Авторское телевидение Добрый вечер, дорогие друзья и коллеги. Вы вновь встречаетесь в передаче «Что делать?» с участниками нашего разговора. Обсуждаем проклятый вопрос русской истории, русской современной жизни. Сегодня тема парная к той, которую мы обсуждали, но с другими участниками две недели назад. Тогда с философами-политологами левого направления мы обсуждали вопрос о том, будет ли Россия когда-либо правой страной. А сегодня с политологами, политиками, историками, философами правого, если кто не отречется направлением, мы будем обсуждать вопрос о том, является ли Россия левой страной, что многие утверждают. Но прежде чем начать этот разговор, я хотел бы сказать еще несколько слов, для этого есть повод. Ровно год и один день назад, а именно 27 мая прошлого года, впервые передача «Что делать?» вышла в эфир. За это время проведено 26 передач, включая вот эту, которую вы сейчас увидите. И в нашей студии побывало 105 участников наших дискуссий, некоторые по несколько раз, но это было 105 людей, абсолютно не похожих друг на друга. Мне кажется, плюрализм и разнообразие мнений присутствовали в полной мере, к чему, собственно, я и всегда стремился в рамках этой передачи. Я также хочу поблагодарить наших зрителей за верность и внимание к передаче «Что делать?» и всех, кто делает эту передачу, помимо меня, тех, кто стоит за камерами и вот сейчас находится в этой студии, за ее пределами. Огромное вам спасибо за все то, что вы делали этот год. А теперь мы возвращаемся к нашей сегодняшней теме. Вопрос простой. Можно ли говорить о каких-либо странах в рамках вот этой альтернативы «правые-левые» и «если можно, то какая, собственно, Россия и страна?» Короткий ответ для начала, просто чтобы уяснить позиции. Я полагаю, что Россия до сих пор преобладающая левая страна и подавляющая часть наших граждан сегодня, если даже и не голосует за коммунистов, то самим сознанием, истории, всем связано с левым правлением 70-летним. И думаю, что оно остается сегодня для не только старшего поколения, но и людей среднего поколения, несознательно даже доминирующим. Я думаю, на этот вопрос нет однозначного ответа. По крайней мере, по отношению к российскому обществу. Если говорить об идеологическом уровне, о идеологическом сознании, здесь серьезно представлены левые компоненты. А если говорить об образе жизни людей, о металлитете, о котором мы часто рассуждаем, то я здесь категорически буду выступать против определения России как левой страны. Здесь вообще невозможно разобраться в цвете данной страны. Она и красная, и голубая, и зеленая, и коричневая. Насчет голубой, это я не понял, но позиция понятна. Давайте... Валерий Алексеевич, ваше мнение. Я бы не рискнул утверждать, что в России это левая страна, по одной простой причине. Потому что трудно назвать тот строй, при котором мы жили 70 лет, вообще левым. Это, скорее всего, имперский строй. Тогда как на самом деле весь мир шел по левому пути. Если посмотреть на то, какова была социальная политика в начале 20 века, у ведущих стран, когда она стала в конце 20 века, безусловно, весь мир пошел по левому пути. Понятно. Во-первых, на мой взгляд, вообще никогда не была левой страной. А это во-первых. Для этого важно снять... Маркиз Декустин говорил, что Россия страна этикеток. Вот давайте снимем этикетки и посмотрим, что под ними. Существуют страны, которые 70 лет являются левыми. Ну, скандинавские страны. Такие страны существуют, но уж к ним точно не относится Россия. И сегодняшняя Россия, безусловно, не левая страна. Не по каким компонентам. Понятно. Позиция висна. Мария Васильевна. Россия сугубо левая страна. А, мне нравится. И ни шагу вправо она не сделала и не сделает никогда. Если исходить из того, что слово «правый» вывести из «право». «Право». Вот из этого. Например. Я тогда хотел бы уточнить еще раз вот эти позиции. Тогда все-таки кто что понимает под левым и под правым? Значит, всегда спор левое и правое. Это спор даже не о программах, не о вывесках. Это спор о природе человека. И есть три фундаментальных позиции. Первая. Кто такие консерваторы? Люди, говорящие о том, что человек по своей природе очень несовершенен. И только государство своей мощной зланию способно исправить те недостатки, которые существуют у человека. Либералы занимают другую позицию. Они говорят, что человек от природы совершенен, но только государство своим мерзким вмешательством портит его социальную природу. И либералы вышли от просветителей, и это вот прямая дорожка. И третья. Социалисты, которые говорят, что человек не очень хорош, но мы мерами государственного воспитания можем исправить, скорректировать его эту природу. Вот если отталкиваться от спора о том, кто о природе человека, тогда, по крайней мере, появляется более-менее осмысленная почва для растений. То есть для вас слово «социализм» и понятие «левое» они не тоже дождественны? Нет, конечно. Дождественны. Конечно, социалисты – это левые. Но давайте вспомним, из кого выросли социалисты. Они все же здесь учили, русские социалисты выросли из того же корня, какой и европейские, боролись с либералами и говорили, что так нельзя, что необходимо возрождать проблемы свободы, проблемы солидарности, необходимо дать человеку максимум политических свобод, и частная собственность никогда не обеспечит этой свободы. Вот где разошлись либералы и социалисты. Но ведь давайте поймем еще одну вещь. Ведь все эти споры никакого отношения к России-то не имели. Россия была традиционалистская страна, связанная определенной системой ценностей, представлений, где вообще понятие свободы личности еще не родилось. Каждый раз, когда в России появлялись люди, для которых ценности свободы личности становились главными, они немедленно выходили и были на площадь, либо брали бомбы, после чего очередная волна репрессий смахивала их со своей ареной, и Россия опять доминировала традиционно. Сергей, я хочу уточнить. Для вас все-таки, вот те, кто выступает за человеческие, гражданские ценности, для вас это право? Потому что в нашей политической жизни правых причисляет к этому. И социалисты выступают за это. Только вопрос, как отстаивать эти ценности, вот здесь они расходятся. Только вот есть... Да, наши коммунисты тогда. Наши коммунисты. Коммунисты никакого отношения к левому не имеют. Понятно, оппозиция понятна. Михаил Константинович, я хотел, вот как там, вы как социолог, общество, оно ощущается, или визну, правизну, на ваш взгляд? И если да, то в каких формах? Вот вы знаете, по-моему, вот за последние годы мы немножко увлеклись внутренними спорами. Вот идеологи с идеологами спорят, политики с политиками. Но кто вы и когда будет обращать внимание на анализ состояния самого общества? Нет диалога. Власти с обществом мы на это пеняем, да? Но нет идеолога идеологов с обществом. На мой взгляд, страшнее. Раз в четыре года есть. Когда люди голосуют, они все-таки знают, что коммунистов называют левыми, а СПС называют правыми. Это диалог, ну пусть там... Ну вот конкретный пример. Только что проверим исследование, крупномасштабное, общероссийское. Данные объективные, репрезентативные, так сказать, пусть коллеги мне поверят. Мы попытались выявить доминанту идеологическую в массовом сознании. Какими словами-то можно описать? Понятиями. Что получилось? Ведущие идеологические понятия вот в нашем массовом сознании. Государство. Насильное государство. Индивидуальная свобода. Правая и левая. Первая правая. Индивидуальная справедливость. Гражданское общество. Вот теперь попытаемся ответить на вопрос. Какому типу идеологии мы должны приписать этот идеологический конструкт? Это вы ровно перечислили те базовые ценности, с которыми консерваторы выступали 300 лет. Консерваторам это уже хорошо. Это правый. Это абсолютно правый идеолог. А чем тогда реформа, раз у нас уже отличное консервативное сознание? Сознание только не надо. Этому сознанию еще надо дать то, что отстаивает всегда консерватизм. Предоставить экономический институт, реализация прав экономической свободы, возможность вертикальной мобильности, возможность реализовать себя. Есть базовые фундаментальные ценности, с чем в России проблема. Что надо возрождать, на что надо опираться и практика. А и социалисты, и либералы всегда выходили со знаменами и с доктринами и говорили, да мы ради своей доктрины полмира положим. Вот где базовый-то водораздел. И сегодня Россия демонстрирует абсолютную модель консервативных ценностей. Проблема только одна. Это одна из немногих стран, где консервативная страна есть, а вот идеологии консервативной нету, которая сможет консолидировать, поднять и разговаривать со страной на ее языке. Коммунисты это левая, это радикальная часть левого фланга. И в общем-то всегда у нас начиная от РСДРП мы знаем, что у нас были, скажем, эсеры, были левые эсеры, большевики были одной из самых радикальных именно левых частей этого спектра. После победы Октябрьской революции, когда они приезжали к власти, произошло, что как бы крайняя часть, вот радикально левый спектр, сомкнулась как бы с национально-консервативной частью. И увидев, что в чистом виде социалистические лозунги в России не работают и не проходят, пошли уже по имперскому варианту, соединив социалистическую и имперскую идею. Перерождение в правую партию. Ровно этот диагноз и был поставлен. Но в то же время идеологически все-таки все основные ценности и лозунги, которые были проразгрушены левыми, они всегда были на знамени КПСС. Они всегда исповедовались нашим населением. И вот опросы, скажем, в начале 90-х годов, самый популярный деятель в России Ленин, конец 90-х годов, самый популярный деятель Сталин. Самая большая ценность в начале демократия, свобода человека. В конце порядок и законность. То есть реально мы видим, что фактически вот мы остались все-таки, и социальная справедливость сейчас тоже очень высокая ценность. То есть мы остались в плену тех основных ценностей, которые были в начале века, когда шли, в общем-то, с лозунгами необходимости революции. И да, есть часть общества, ее называют третью, мы называем ее средний класс, там, малый бизнес, часть свободной интеллигенции. Но большинство населения, я считаю, что все-таки исповедует старые ценности, опирается на старые идеи. Поэтому мы медленно эволюционируем, но, к сожалению, сегодня большая проблема. Кто же у нас левый? Я согласен, что они сегодня как раз и не дают, может быть, того конструктива, который мог бы нас вывести из этого кризиса. И в этой связи хотел упомянуть, что у нас была блестящая, мне кажется, альтернатива в начале 90-х годов, когда внутри КПСС была создана демократическая платформа в КПСС, и я вот имел честь быть и относиться к этой структуре. 40% членов партии на опросы отвечали, что они поддерживают именно раскол КПСС и создание социал-демократической партии. Но тогда, увы, ни Михаил Сергеевич Горбачев, ни Александр Николаевич Яковлев не рискнули на 28-м съезде пойти на такой раскол. А в Венгрии такой раскол произошел. Откололась от коммунистической социалистической партии в Венгрии, проиграла в пухпрах правым выбором, а сегодня она уже дважды была в власти, а бывшая компартия, она маргинализировалась, и сегодня в Венгрии уже забыли, что такое коммунистическая партия. Хотя у нас мы этого не сделаем. Мы пока не понимаем или нет точного определения, что такое для нас лево. У каждого свое. Я это понимаю так, что лево это то, что заботится в первую очередь не о государстве, а о том, чтобы человек, который не может работать, мог нормально существовать, как, допустим, пенсионеры где-нибудь в той же Западной Европе, человек, который больной, был социально обеспечен, защищен. У нас же, если вспоминая нашу практику, то, наверное, только на самом-самом начальном этапе, тогда она еще не называлась КПСС, РСДРП, об этом говорила. Если вспомнить начало 20 века, тогда РСДРП, она боролась за 8-часовой рабочий день, за детские сады и все остальное. Пришла к власти и сказала, что все это ерунда, мы теперь считаем, что главный для нас принцип это традиционная целесообразность. То есть КПСС стала правой партией, называя себя левой по-прежнему? Ну, отсюда у нас в головах это путается до сих пор. Я думаю, большинство избирателей, которые по привычке пока еще голосуют, здесь у Ганова понимаешь, считаешь, что... Насчет избирателей, не нужно все валить на избирателей, потому что никто не заставлял из избирателей союз правых сил называть себя союз правых сил. Они все-таки назвали себя так именно, след на... Они себя считают правыми, а не КПРФ. Почему тогда вот те, кто называет себя в России правыми, так боятся этой левой идеи, сказать, что нет, мы на самом деле левые, а не правые? Почему они боятся? Вот я... Это у Невинского надо спросить. Он у нас самый единственный левый парень. Мы боятся, что ервуки развесили. Ервуки развесили. Трудно с новым брендом идти в политическую жизнь. Некоторые европейские интеллектуалы не боятся. В руках книга таких философских максим, Джона Фаулса, вообще великого романиста 20 века, простите, вот он, не стесняюсь, пишет, социализм, то есть, понятно, что для всех в нашей стране и в Западной Европе, это такая левая этикетка, социалист бережнее всего лелеет жизненно важные представления о том, что в мире слишком много неравенств, и что это неравенство можно устранить. В лучшем случае социализм стремится достичь максимальной свободы при минимальном социальном страдании. Это намеренное верно, какими бы неправильными не были подчас средства. Так почему русские левые маскируются под правых, не называя себя левыми, коль скоро они левые? Русские левые? Это коммунисты вы имеете в виду? Нет, Союз правых сил я имею в виду. Союз правых сил, они не левые, они-то действительно правые. Союз правых сил, они правые. У нас еврейские... Коммунисты правые... Коммунисты недоконсерваторы и националисты. Евгений Евгеньевич, вот есть ряд партий всем известных. Пожалуйста, шкалу поставьте. Постройте. СПС правая партия, Яблоко, безусловно, левая партия. Коммунисты это консерваторы-националисты. Правые или левые? Нет, правые, правые. А почему в России нет нормальной, кроме Яблока, левой партии? А Единая Россия разъезжается и никак не может определить, куда она. В социнтерн, то ли вправо. Потому что пространство левое и правое относятся только к модернизованному обществу, где закончились традиционалистские отношения, где люди решают сами, где индивидуальные ценности, индивидуальный выбор стали уже реальностью. А коммунисты, надо помнить, что Россия, Советский Союз, еще в 59-м году большинство сельского населения. Еще по пересе 70-го года это были большинство село и малые города. Мы еще только-только выбираемся из традиционалистского общества, и коммунисты вполне умело эксплуатируют эти настроения. А насчет того, что на этикетке, мы же в России, если на клетке слона увидишь надпись «Буйвол», не вей глазам своим. Но это не только в России, да. То, что коммунисты голосуют село, лишний раз подтверждают, что это не левая партия. Я вот все-таки не согласен, потому что я думаю, что коммунисты являются правами только в том смысле, что они за то, чтобы сохранить вот ту державу, которая была 70 лет. Что они как бы апеллируют постоянно, что у нас было бесплатное медицинское образование, что у нас было много-много чего, там квартиру все имели, имели какие-то хотя бы минимальные, но социальные блага. Но я думаю, что после потери власти они коренным образом изменились. И сегодня я считаю, что это классическая левая партия, которая сегодня выдвигает как раз в альтернативу Ельцину, Союзу правых сил, Путину. Сегодня главный базис это социальная политика. И в этом отношении, мне кажется, что сегодня, скажем, главное, вот для чего в Думе делали реформу, это забрать у левых комитет по социальной политике. Потому что все, что они предлагали, это настолько близко к духу и сердцу каждого нашего советского человека, поскольку сегодня 5% у нас очень богатых, а остальные, к сожалению, сегодня, мы знаем, достаточно бедны, а 60% вообще ниже уровня бедности. Поэтому именно они сегодня вернулись, я считаю, к 903 году. Я считаю, что коммунистические оценки, все-таки 30% в стране ниже уровня бедности. За счет 60% не надо уподобляться Зюганову, который любит эту цель. Нет, но Путин назвал 40 миллионов, от 140 миллионов всего. 30%? 30%? Господа, ну я все-таки много лет потратил на занятия этим делом. Если 30% ниже уровня бедности, то, простите, это все-таки... Так и плохо, так и да, плохо. Так и плохо, Робинович. Да, так и да, плохо. Именно эти 30% за коммунистов голосуют, а мы говорим, что они... Нет, видите, когда в стране 30% населения ниже уровня бедности, это значит, что еще там 20-30, чуть-чуть, чуть-чуть выше, это страна левая или правая? Опять мы пугаем. По интенсии разными. Ведь социальную... Вот скажите, пожалуйста, а что, господин Бисмарк, который создал социальную политику, был левым? Есть способ консерваторов, который говорит, мы все один народ. Мы все одна семья. Мы не можем допустить, чтобы члены одной семьи жили в таком неравенстве. Это первое понимание. И Зюганов ровно из этого понимания исходит. Есть второе понимание, мы все граждане. У нас есть всех равные права, и если мы, допустим, такую дифференциацию, это будет попрание гражданских и социальных прав. Вот коммунисты исходят из какого понятия? Из первого или из второго? Коммунисты, конечно, рядом с Бисмарком. Я не думаю, что они рядом с Бисмарком, потому что они жестко говорят, что вот есть богатые олигархи, это враги, их нужно уничтожать. А мы бедные, нас обманули, нас реформаторы. Николай Николаевич, почитай слова Бисмарка в Рейхстаге. Но Бисмарк, по-двоему, это кто? Ровно, консервант. Это Ельцин или Путин? Кто? Нет, не тот, не другой. Вот не надо, вот только святых... Зюганов, чтобы понятнее было люди народа. Бисмарк это Зюганов. Зюганов только не до Бисмарка. Да, да, да. Дело не в этом. Меня всегда занимала одна проблема. Почему получилось так, что замечательные, очень поэтичные слова про то, что призрак бродит по Европе, призрак коммунизма, родились, если мне не изменяет девичья память, на берегах Темзы, в Лондоне они родились. Ну нет, все-таки манифест был написан в Германии. Оба они еще в Лондон не приезжали, ни Маркс, ни Энгельс. Написаны были, основные манифесты были написаны... Во всяком случае, не на Волге. Не на Волге, да. Не на Волге, да. Не на Волге. Не в Симбирске. Сколько стран лежит вот по пути, тут и Франция рядом, и Германия, и Италия где-то поблизости, и еще какие-то страны, такие-сякие, пятые-десятые. Но вот это вот дерево, которое выросло, дерево вот этого вот коммунистического манифеста, и сыпало свои семечки по всем странам, семечки-то проросли только у нас, семечки проросли в России, именно мы схватились за это дерево и стали его выращивать. Вот. Значит, это заложено где-то, значит, это заложено где-то в нашем сознании, в сознании нашего великого народа. Тут ничего подобного. Народ тут... Стоп, стоп, стоп. Сейчас, еще три слова скажу, потом опровергайте. Потом вы стреляете у меня. Не надо. Это мы же все-таки не архисты какие-нибудь. Спасибо. Давай, наше. И, и, но, и тут же я вспоминаю про то, про Столыпинские реформы, и про то, что как без всяких коммунистов, без всяких коммунистов, еще никакой советской власти не было, еще не было никакой революции, еще тогда Столыпин провел свои реформы, а великий русский народ что делал с хуторами? Восемнадцатом году. Восемнадцатом, родном, любимом и замечательном народе. Неправда, Ваше, Марий Васильевич. Ну, нельзя так обращаться с Истонией. Нет, ну, есть же аргументы. Не в народе. Народ, вот, весь, на мой взгляд, взгляд стоит в том, что Россия неизменно. Не неизменно она. Она проходит огромный этап социальной трансформации. Тридцать лет занимаюсь этим сюжетом. Традиционно, я же уже об этом говорил, традиционная Россия не приняла сходу Столыпинской реформы. Потому что она требовала ценности индивидуальной свободы, индивидуальной ответственности. Рано было. То есть, Столыпин для нее оказался слишком левым? Столыпин оказался... Слишком левым? Нет, Столыпин пришел раньше. Нет, слишком. Если она требовала индивидуальной свободы... Она не требовала, она была не готова к этой индивидуальной свободе. Не готова к этой свободе. Конечно. Была еще традиционная страна, где было небольшое число людей, которые были готовы это принять. Но это же вопрос не о России. Это же не вопрос о российской душе. Это вопрос о конкретном историческом этапе развития России, который прошли все европейские страны. Вы все эти эффекты можете увидеть только в другое историческое время. Поэтому не надо историю прощания с традиционализмом приписывать России только потому, что мы недавно жили в это время. Я сейчас почти всегда согласен, но в данном случае я согласен вообще с Марией Васильевной. Мне кажется, она заметила то, что мы должны были обратить внимание. Действительно, свежие, симпатичные, левые идеи начала конца, позапрошлого уже теперь века, начала 20-го, у нас упали на почву, но выросло здесь не левое общество, не левое государство. Вот в чем главная проблема. Поэтому нам, я имею в виду прежде всего страну и, наверное, политический класс, теперь модное слово такое тут с недавнего времени образовалось, нам очень важно, чтобы у нас вместо квази-левой партии под названием Коммунистической партии Российской Федерации образовалась нормальная цивилизованная левая партия. Я считаю, что пока у нас не образуются цивилизованные левые партии, у нас цивилизованные правые движения будут находиться в серьезном кризисе. И почва впервые для этого есть. Я, если согласиться, хочу и возразить с Валерия Алексеевичем. Кстати, Мария Васильевна сказала ряд очень правильных вещей. Одно только скажу, что нельзя в застывшем состоянии сегодня рассматривать народные сознания. И тенью генов, так сказать, истории пытаться обрисовать сегодняшнюю картину. Это не получается. Но какая-то доминанта-то есть? Меняется. Есть доминанта. И она достаточно интересная, творческая. Ее почему-то очень редко анализируют. Речь идет о том, что, например, за последние 10 лет наше сознание освобождается от признаков радикализма. Радикализма. Не хотят люди больше методами, так сказать, революционными менять свой образ жизни, идти к какому-то материальному достатку. Они готовы идти спокойным эволюционным шагом. И в этом смысле они на позициях, так сказать, хорошего социал-реформизма стоят. Что же в этом плохого сегодня в российском обществе? К этому хочу добавить, что две трети населения поддерживают такие явления, понятия рынок, демократия. Я сказал выше, гражданское общество. В том числе избирательных Зюгановых. Мы же должны видеть эту динамику и давать ей оценку, как идеологи. Этого мы не делаем. Другой пример, так сказать, очень яркий. Вы посмотрите, в середине 90-х годов 17% являются сторонниками либеральной экономики, выступают за рынок. Конец 2001 года, вот, так сказать, буквально несколько месяцев назад, всего 7%. Ядро коммунистического электората, как было в середине 90-х, на уровне 15%, так и сегодня остается. Но что выросло? Выросла часть аполитичного населения России, почти 60%, которых не интересуют вообще никакие едино-политические течения. И мы своими заморочками, я извиняюсь, так, вот иногда в своих дискуссиях добавляем долю, вот, роста в это население. Который перестает интересоваться идеологией, политикой и живет своими повседневными понятиями. А мы их за это ругаем. Ах, какие они неграмотные! Ах, какие они необразованные! Почему он живет по принципу, мой, так сказать, дом, вот, моя жизнь? И все окружающее его не интересует. Мы в это тоже внесли свою долю. К сожалению, негативные. То есть не нужно проводить таких дискуссий, нужно запретить, нужно поменять название всех партий, где употребляется слово правый и левый, чтобы не путать дискуссии. Нет, это мы можем... ...политический активный класс, который должен вести. А 60% населения консервативного оставить в покое и считать, что если он создает свою жизнь сам, он создает нашу, нашу страну. И в этом его огромная позитивная заслуга. Хочет быть активно голосовать, его право. Хочет оставить, чтобы голосовали без него, его право. Это и есть политический слабо. Сейчас, секунду. Я не хотел второй раз приводить этот пример, но в предыдущей передаче, когда с политологами левого направления я беседовал, я этот пример привел, по-моему, сработал немножко. Мне хотелось бы узнать вашу реакцию на него, потому что часть новокапиталистического класса использует слово «левый» по отношению к стране, по отношению к населению России, очень активно. И пользуется этим словом как основным. Один из нефтяных олигархов, который хорошо знает Россию, поскольку часто общается с населением своих владений, он мне сказал, что я окончательно понял, что это левое население, что Россия левая страна. Но вот он-то использует это понятие «левый», но почему он его использует? Потому что не является капиталистом в строгом смысле этого слова. У нас нет русского капитализма, он не развит. И в этом вся беда. Почему я не хочу, так сказать, вот, вернее, не могу согласиться с Александром Алексеевичем, о том, что, так сказать, мы должны думать о цивилизованном левом движении, его в ближайшее время создать невозможно. А, во-первых, потому что нет рынка рабочей силы, во-вторых, потому что нет рынка труда. Без этого не будет никакой современной цивилизованной социал-демократии и не будет цивилизованного левого движения. Хотя бы по этим элементарным экономическим причинам. А на базе профсоюзов, Михаил Константинович? Наших профсоюзов. А наши профсоюзы способны сделать то, что сделали недавно итальянские профсоюзы. Нет. Им не понравилось законодательство трудовое, вновь принятое. Они вывели миллионы людей на площади, на улице. Мы сегодня можем себе это позволить? Люди не отреагируют на это. Вы свою партию назвали республиканской. Вы почему не использовали какое-нибудь понятие? Вот левое, правое там название? Ну, мы считаем, что должна быть партия, все-таки выражающая какие-то ценности общечеловеческие. То есть левое и правое вы не считаете? Мы считаем свою партию правоцентристской. И в этом отношении, да, мы считаем, что мы ближе к союзу правых сил, и считаем, что левое все-таки коммунисты. Мне кажется, Иосиф ошибается в главном. У нас переходная политическая система. А он нам берет классику Европы и пытается в этих категориях смотреть на сегодняшние политические партии. У нас нет социалистической партии. У нас нет левой партии. Нет. Нету. И ее не будет, потому что условия, в которых живет Россия, переходные. И в этом плане, я считаю, что эту нишу полностью сегодня заняла коммунистическая партия. Она вне конкуренции. Попытка Горбачева, социал-демократии, Титова, говорил Харитоновича Попова, абсолютно на нашей почве не пора. Они с вашими идеями идут в народ, и ничего, народ на них абсолютно не реагирует. То, чего они говорят, и ты говори, как в известном. Не то, что они делают. А вот что они делают? Все законы социальные, которые приняла Дума, это их законы. Сегодня сместили специальный коммунистический пост, чтобы, наконец, капитализм вести, чтобы дать вот этим олигархам, которые недовольны нашим народом, наконец, этим народом разобраться по жестким либеральным законам. И все сейчас разберутся. Льготы все убил у наших трудящихся, которые они имели. Посмотрите на Михаил Константинович, который улыбается. И введут денежные компенсации, которые людям... Вопрос ведь не о том, чего введут. Мы говорим о стране, о том, почему она так голосует. Когда пришли коммунисты, народ традиционалистской России переинтерпретировал все, чего они говорят в своем сознании. Третий интернационал, это, конечно же, Третий Рим. И отсюда так легко Сталину было выдвинуть идею строительства великой страны. И она так и жила, пока была традиционалистской Россией. Почему колхозы прижились? Потому что это была матрица традиционалистской России. Но ее-то за последние 20 лет не стало. Сталин строил национальное государство. И, кстати говоря, в условиях угрозы страны был абсолютно прав. Только к левому движению не имело... После падения коммунистического режима коммунисты вернули социалистическую идею. И сегодня активно ее используют. Какой социалистический? Где права? Только вот что они делают? Братцы, разрешите вам напомнить еще одну идею? Кому принадлежат слова? Какой партии? Когда была сказана грабь награбленная? Грабь награбленная никогда не была формальным лозунгом, не социал-демократическим... Не формальным? Не формальным. Экспроприация, экспроприация, экспроприация. Да. Да. Это было... Это просто два варианта. Просторечный... Я просто хочу, чтобы мы в наших спорах учитывали еще одну, еще один фактор. Воровской нрав Нашей страны. И если исходить из этого, вот из формулы экспроприаторов, то, простите, в эту формулу прекрасно укладывается, например, гайдаровская реформа. И с точки зрения... Очень много... Это правда. Вот так вот? Это правда. То есть правые, вроде бы, правые поступили, как в свое время поступили. Но это уже было в киноклассике описано. Да, он правый, левый. Народа на результаты этой реформы. Так что на одной из первых мест, по идеям, которые могут обладеть всем российским обществом, вот по последним данным опроса, выходит идея России как правового государства. Вы представляете, какой резонанс? Да, есть еще и идея, поддерживается тоже половина населения возрождения России как великой державы, но ценности правового государства как реакция на то воровство. Которая не народом была затеяна, а определенной, так сказать, клановой группой. И никогда не было воровство значимой чертой русского народа. Это хорошо, эмпирически, социологически исследовано и в 19-м, в начале 20-го века. И вот это, еще раз говорю, не мне, еврею, об этом говорить, но это абсолютная клевета, которая должна разоблачаться каждый раз, когда это будет услышано. Понятно. Малюсин, меня вот что-то интересовало. А так для вас воровство и левизна – это синонимы? В какой-то мере, да. Это левизна. Ну а как, амюнцы, крестьянские люди. Левизна в какой-то мере нарушение правил. Все левые нарушают всегда правила. Возьмите в искусстве. Вот. Все левые нарушают правила. Вот есть формула – социальная справедливость. Я пытаюсь найти вот этот оселок, на котором все-таки проверяются разные партии. Социальная справедливость – это правая формула или левая формула? Левая, левая. ЦК КПРФ 1-9 мая. Замечательно. Вот социальная справедливость здесь процентов на 10. А все остальное, немножко из другой оперы, кстати, то, о чем Марья Васильевна говорила. Просто зачитаю ряд, да, таких. Заводы и фабрики под рабочий контроль. Да? Это просто национализация? Земля, нефть, газ, руда, леса – народные достояния. Даешь национализацию? Телевидение народу даешь национализацию. Это левые лозунги? Это не левые лозунги. Это бандитские лозунги. Бандитские. Но это не левые. Бандитизм и левые – это разумные. Грабь награбленные. Это что-то. Оно и школу. Это самое интересное. Но левые говорят, что как раз правые бандиты. Так что… А я говорю, что это… Да, мы не выясним, выясним. Это отдельно, может отдельно. Это левые лозунги. Я до сих пор не считал, что все-таки это левые лозунги. Все отобрать и поделить никакого отношения к цивилизованным левым лозунгам. В течение всей истории 20-го века. Очень важное изменение, что люди поменялись за 10 лет. Если вначале, я помню, как мы на баррикадах кричали «Россия – самая свободная в мире страна», у нас теперь демократия, мы все будем жить как на Западе. То сегодня все люди кричат «Да здравствует наш любимый царь-президент Владимир Владимирович Путин. Да здравствует Юрий Михайлович Ружков. Не нужно нам местное самоуправление в Москве. Мы все теперь верим Ружкову. Он все за нас делает. Государство все за нас уже в Москве нам организует. Какая страна России консервативная? Все, мы идем снова. Социалистическая идея. Главное – социалистическая справедливость. Свобода для большинства народа не нужна. Им нравится жить, когда над ними все стоит и все делать правильно. Право – это описание консервативной страны. Видать, Дарья Ильич? Да. Геннадий Санис очень правильно сказал. За 10 лет страна очень сильно изменилась. Когда государство все будет? По одному. По одному. Я даю сейчас возможность высказаться каждому, кто пожелает, с короткими последними замечаниями, и у меня будет финальный вопрос. Да, пожалуйста. Валерий Николаевич прав в том, что страна за 10 лет очень сильно изменилась. Не прав в том, что не происходит изменения и в основополагающих демократических ценностях. Происходит и меняется отношение населения к ним. О свободе говорили, да. Пожалуйста, последние данные. Две трети населения выбирают ценность свободы перед ценностью материального благополучия. Это сегодня в нищей России. На уровне ценностного сознания, вы скажете, да? Как бы на вербальном уровне, да. Так это левая идея же. Свобода выше материального... А я вот не хочу сейчас интерпретировать. Я хочу показать только факт того, что идея свободы, ценность доминирует над ценностью материального благополучия. Вот я уже говорил, и хочу просто еще раз сказать, что нам, имею в виду России, для того, чтобы мы двигались дальше, в том числе и в левую, может быть, сторону, Крайне необходимо, чтобы появилась эта нормальная, серьезная, солидная, симпатичная левая партия. Нормальная левая партия. Все попытки, которые сейчас идут, они, безусловно, обречены по одной простой причине. Эта банальность я ее повторю, потому что на месте КПРФ как тромб вообще на пути вот этого политического процесса. И до сих пор, пока она сидит, в том числе на патриотической нише, удобно выстроившись, такой красный патриотизм, как его Цыпко, по-моему, назвал Александр Сергеевич, а с другой стороны еще прихватив так называемый левый фланг, да, а все остальные партии просто обречены на то, что они не могут попасть. Поэтому пока Компартия, Коммунистическая партия Российской Федерации находится в этом виде, никакого левого движения у нас серьезного не будет, Владимир Николаевич. Как бы мы с тобой этого, может быть, даже не хотели, несмотря на то, что мы с тобой правы. Могу только присоединиться к тому, что, Алексей Чуворович. Малясь, вы хотите что-то сказать? Ну, вот я внимательно слушала Владимира Николаевича, и то, что он говорил, сводилось на самом деле к известной поэтической формуле. Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. Вот мы, я очень, мне кажется, что то, что мы сделали сегодня в России, определяется этой формулой. И у меня еще один вопрос. Помните ли вы слово-сочетание «архангельский мужик»? Было такое тому назад лет... В конце 80-х. Да, в конце 80-х. Вот была вот эта вот романтика, романтика этого самого... К моему очень большому сожалению. Вот романтика мелкого производства, фермерства, архангельского мужика как-то пока что еще не расцвела в Отечестве. К моему очень большому сожалению. То есть, это проблема среднего класса там? Средний класс это левый или правый? Это не средний. Средний класс это всегда опора истеблишмент, и всегда был опор правого. Правый. Все, я вот... Нет. Идея архангельского мужика это идея созидательная. Это идея созидания чего бы то ни было. Того, этого, пятого, десятого. Вот. Я, в принципе, за... Я за людей, которые умеют что-то сделать. Что-то сделать, а не только купить, перепродать и так далее. А вот вырастить. Вырастить дом, вырастить картошку, вырастить книжку, там что-то... Создать корпорацию. Создать. Вот. Абсолютно право. Вот потому общество людей уходит сегодня от политики, от идеологии. Они идут на садовый участок, они строят себе дома. Как ни трудно, они занимаются фервенством. Этим сегодня начинают заниматься большинство. Одна любопытная цифра. Вы знаете, сколько людей хочет заниматься сегодня в России предпринимательством? Я когда впервые увидел, я не поверил этой цифре, которую мы с вами получили. 6% уже занимаются, а 53% еще хотят. Но не имеет возможности. Но они под словом предпринимательство понимают что-то иное. Где деньги можно легче получить. Немножечко не то. Ну, 10 лет такое было возможно назад. 10 лет. Но сегодня это невозможно. Понимаете, у меня, вот мой, у меня сын, экономист очень высокой категории. Ну, очень высокой категории. Ему 37 лет. Он консультирует, у него консультативное бюро. И он обучает, как вести бизнес во Франции. И я его спросила как-то, вот когда развелось у нас здесь много богатых людей и так далее. Я его спросила, Егорушка, говорю, скажи, пожалуйста, можно ли быстро разбогатеть? А я со всех сторон слышала о том, что во всех странах так было. Вот это период, вот первоначальное накопление, тра-ля-ля. На что мне Егор Андреевич сказал, совершенно серьезно, можно. Есть два способа быстро разбогатеть. Первый способ – это придумать что-то такое, что очень надо в мире, необходимо в мире. И чего в мире еще нет. Ну, например, тот разбогатеет тот человек, который придумает вакцину от СПИДа. Это обеспечено. Есть второй способ – украсть. А третьего способа, сказал экономист Синявский, младший, не бывает. Вот, потому что капитализм растет очень медленно. Он как дерево, вот начинается с маленького кустика и потом разрастается. Вот вопрос, Марина Васильевна. Проблема все-таки в мужике в Архангельском, как самом по себе, или в государстве, которое не создает условия, лишь того, чтобы растили эти архангельские мужики? В государстве, которое не создает условия. Которое... Нет, я... Я вашу дискуссию... Потому что этого мужика сожрали соседи. То есть, вот кто в первую очередь сжирает. Сожрали, а где нет? А где поросли? Нет, вот, секунду. На эту тему я и хотел бы задать финальный вопрос. Все-таки, вот этой нормальной, так сказать, провизне, поскольку здесь все сторонники рынка, я так понимаю, и так далее. Политическая демократия. Да, и демократия. Что больше мешает в России? Как отнягает государство, в нем главное зло. Либо все-таки вот эти внутренние инстинкты самого общества, что считает, видимо, Мария Васильевна, который задавливает эту норму. Что государство или само общество ограничивает правое развитие, провизну там или нет. Я думаю, что все-таки исходным является общество. И считаю, что за 10 лет мы не усилили гражданское общество. Наоборот, оно сейчас стало, в общем-то, ослабевать, и давление на власть... Но мы не усилили кто? А с другой стороны, политики, государство или само общество не хочет? Само общество не развивается вот в таком плане, и реформы, к сожалению, которые проводились, не направлены были на то, чтобы общество в них активно участвовало. А что касается государства, то я думаю, что Владимир Владимирович поставил задачу вот восстановить государство, полностью решил, мы восстановили этого левиафана бюрократического, и сейчас Путин сам не знает, что с ним делать. И я думаю, что многие вот хорошие идеи, которые для Запада годятся, они для России, я считаю, просто не подходят. И поэтому мы как бы в разных координатах сегодня обсуждали. Я вообще-то, Дискин все время нам говорил о классической, в общем-то, социал-демократии, либеральном обществе. А мы говорим, что Россия не классическая страна. Это Евразия или Азиопа, которая никак не может найти, в общем, свое место вот в этом мире. И поэтому многие вопросы не решили. Я решил поменять финальный вопрос, потому что понял, что не получится короткий ответ, если он будет в таком. Все остальные готовы? Все остальные готовы, конечно. Не надо менять вопрос замечательный. Замечательный, тогда к нему вдогонку еще один маленький, поскольку вы Путина упомянули. А Путин правый и левый? Я думаю, что Путин левый центрист. Вот заодно и насчет Путин. Добавлю сразу, на мой взгляд, типичный социал-демократ. И он сам признавался не раз, что любая любимая концепция, концепция социального рыночного хозяйства Эрхарда. Поэтому, так сказать, кто-то спорит, по-моему, на мой взгляд, не о чем. Что я хотел к этому добавить? Что как Россия, как страна, которая не вписывается в некие классические стандарты, на ваш первый вопрос отвечу, что и да, и нет. Проблемы там, и там. В обществе остаются, поскольку почти половина страны еще является традиционалисткой по своей ментальности и по ценностям ориентации. С этим же нельзя не считаться. Вадим Николаевич здесь абсолютно прав. Но, с другой стороны, и государство. Оно так и не научилось прислушиваться к тональности, голосу народа. Не умеет его выражать. И главное, включать в свои политические и экономические программы. Поэтому моя последняя оценка того, что сегодня в обществе существует. Следующее. Народное сознание сегодня не доктринально. И в этом смысле оно не идеологично. И наши попытки втиснуть это сознание в какие-то строгие идеологические рамки являются, на мой взгляд, и политической, и идеологической ошибкой. Извините за столь резкий вывод. Понятно, понятно. Резкие выводы подвесствуются. А Путин, я считаю, что он и правый, и левый, только иногда руки вот так растынут. Он играет и левой рукой, и правой. Иногда он их сужает. Сейчас пока больше правый играет. По поводу вопроса, я считаю, что все-таки и не государство, и не общество, а бюрократы, чиновники. Главный враг вообще вот этого, того, чтобы у нас развивалось предпринимательство. И те, кто сталкивался с попыткой даже зарегистрировать какое-то малое предприятие, прекрасно знают. И последнее, о чем я хотел сказать. Мы, я так понял, так и не разобрались, какая мы страна, да? Правая и левая. Я считаю, что мы должны быть и правой стороной, и левой. Главное, чтобы мы не были валенками, как в свое время, по радио иногда реклама такая же. Не желательно, да? На мой взгляд, главная проблема здесь в том, что лидер страны должен связать себя с той группой населения, которая достаточно велика, с новой Россией, и повести ее вперед, дать ей четкую ориентацию на развитие самореализации инициативы предпринимательской демократии. Это бюрократия самая большая. Сколько, Владимир Владимирович. Да. Для этого необходимо вести политическую деятельность, а не управлять стороной бюрократическими методами. Тогда из бюрократии можно победить. На мой взгляд, Владимир Владимирович еще не саморефлексировал, не определился, кто он такой. Но вы-то знаете. Он-то не знает, но вы-то знаете. Я, и он про себя этого не знает, поэтому этого определить невозможно. Ему в ближайшее время предстоит самоопределиться. Но вы-то как-то не знаете. Я считаю, что он правый политик. А, ну вот нужно. Да. Мне представлять, что он правый политик. Мария Васильевна, грубости о Путине не надо, но политическое определение дать можете. Он, простите, на мой взгляд, человек лица не имеющий. Вот. Вот так вот. Уж простите. Мне очень не нравится, когда его называют по имени-отчеству. Просто я очень хорошо помню... Это русская традиция. Я же вас называю Ваню Васильевна. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Вы мне не начальник, и я вам не начальник. У нас с вами одни отношения. Но когда начальника, главного, начинают называть по имени-отчеству, это плохо... Всегда плохо кончается. Осип Виссарионович, Леонид Ильич. Вот так вот. Вот. Мне очень... Мне очень... Это моя сторона. За которую мне очень больно и очень горько про неё думать иногда. Но у меня ощущения бывают очень часто, как от Атлантиды. Кто сказал, что Атлантида погибла в один день? Атлантида погружалась медленно. И вот когда я вижу вот всё вот это вот чиновничье, этот самый клубок змей, который вот так вот... Когда я вижу воровские... Воровское стадо, которое идёт по Отечеству. Мне больно. Поскольку вот хотя и живу я уже, чёрт знает, сколько времени во Франции, тем не менее, по-французски я не говорю. Газеты я читаю русские, российские, и приезжаю сюда регулярно. И в российской провинции вот так вот бывают чаще, чем во французской. Понятно. Мы завершаем. Странным воровцам ответ появился. Он на нашем столе находится. Я заметил, вы не заметили, песочные часы, когда в очередной раз в ходе нашей дискуссии я их перернул, остановились. Это вообще нонсенс. Песочные часы не могут останавливаться. Только в такой парадоксальной стране, как Россия. Остановились песочные часы. Остановились песочные часы. Внимание с массовой информацией, что само время останавливается. Но, может быть, всё и не так. Может быть, эти дискуссии нужно продолжать. Мы их будем продолжать. До свидания. Через две недели вновь в передаче «Что делать?» Встретимся. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...